Министерство обороны Российской Федерации, федеральный орган исполнительной власти, проводящий военную политику и осуществляющий государственное управление в области обороны Российской Федерации России, образовано указом президента Российской Федерации 16 марта 1992 года на базе бывших структур вооруженных сил СССР, расположенных на территории Российской Федерации, юридически правоприемственности к Министерству обороны СССР не имеет. Указом президента России установлена предельная штатная численность Минобороны России в количестве 10 540 человек, ранее 10 400 человек личного состава. Введение 8 декабря 1991 года главами трех союзных республик БН Ельцином СС Шушкевичем и Л. М. Кравчуком было подписано соглашение о создании Содружества независимых государств, где говорилось о прекращении существования Союза Советских Социалистических Республик как субъекта международного права и геополитической реальности. 21 декабря государствами участниками только что созданного СНГ был подписан протокол о временном возложении на последнего министра обороны СССР, маршала авиации Шапошникова командования вооруженными силами на их территории, в том числе стратегическими ядерными силами. 14 февраля 1992 года он формально стал главнокомандующим объединенными вооруженными силами СНГ, а МОСССР преобразовано в главное командование объединенными вооруженными силами СНГ. Управление вооруженными силами в переходный период до августа 1993 года находилось под управлением главкомата ОВС СНГ. В силу особенностей организации министерства следует отличать понятие терминами инобороны России. А. Центральный орган исполнительной власти, структурно представляющий из себя административное ведомство. Центральный аппарат министерства, главный орган военного управления, б. Система министерства, совокупность формирований и организаций, входящих в структуру министерства. В системе органов военного управления и государства Минобороны России является государственным исполнительным органом Государственной администрации, органом управления Вооруженными силами России. Возглавляется министром обороны Российской Федерации, руководится верховным главнокомандующим, вооруженными силами Российской Федерации, имеет исполнительные органы в составе органов военного управления, иных органов и подведомственных организаций, является внутригосударственным учреждением, милитаризованным формальным политическим социальным некоммерческим образованием, предоставляющим услуги в области обороны. Код номерных знаков транспортных средств Минобороны России – 35. Штатная численность гражданского персонала центрального аппарата на 2012 год составляла 2629 человек. История. История органа управления государственного военного управления в России берет свое начало от разрядного приказа и в дальнейшем от иных приказов, введение которого были воинские дела, комплектование рати, строительство крепости и управление военными силами в южной полосе государства. Разрядные дельки впервые упоминаются в 1531 году, однако разрядный приказ в документах встречается с 1535 года. В начале XVIII века в целях централизации военного руководства в России учреждается военная коллегия. 20 сентября 1802 года манифестом императора Александра I военная коллегия преобразуется в Министерство военно-сухопутных сил, которое позже переименовывается в Военное министерство. На должность министра военно-сухопутных сил был назначен вице-президент, вошедший в состав Министерства военной коллегии генерал от инфантерии С. Визмитина. В 1812 году в целях укрепления единой начали и централизации управления войсками были изменены структуры и функции военного министерства. В его составе было образовано семь департаментов – артиллерийский, инженерный, инспекторский, аудиторский, провианский, комиссариатский, медицинский, а также канцелярия министра и его совет. В 1815 году военное министерство вошло в состав главного штаба его императорского величества. После их разделения в 1816 году оно вновь стало действовать самостоятельно. В 1835 году произошло их новое слияние. Главный штаб его императорского величества вошел в состав военного министерства. Руководство всеми частями военного ведомства сосредотачивалось в руках военного министра, и только ему одному разрешалось докладывать о делах лично императору. В 30-е годы XIX века военное министерство сосредоточило под своим началом все отрасли управления сухопутными силами страны и стало одним из наиболее значимых органов всего государственного аппарата Российской империи. Во многом это было заслугой генерала от кавалерии А.И. Чернышева, возглавлявшего военное министерство с 1827 по 1852 годы. За всю 200-летнюю историю военного ведомства это самый продолжительный срок нахождения в должности военного министра. К 1836 году военное министерство состояло из главного штаба военного совета, генерала-аудитариата, департаментов генерального штаба и военных поселений. В 1869 году военное министерство включало в себя императорскую главную квартиру, военный совет, канцелярию военного министра, главный штаб и семь главных управлений, артиллерийское, инженерное, интендантское, военно-медицинское, военно-учебных заведений, казачьих войск и военно-судебное. Позднее в состав министерства вошли и другие управления. Поражение в Крымской войне подтолкнуло правительство Александра II к проведению военных реформ. Руководителем преобразований стал военный министр генерал-фельдмаршал Д.А. Милютин. В результате милютинских реформ 1860-1870 годов в России была сформирована территориальная система военного управления, образованный военный округа. Введение всесословной воинской повинности позволило создать массовую современную армию с обученным резервом. Началось перевооружение новыми образцами оружия, улучшилась подготовка офицерских кадров. Были разработаны новые уставы и наставления. Коренным образом изменились и органы Центрального военного управления. Победа России над Турцией в войне 1877-1878 годов подтвердила правильность выбранного военным министерством курса реформ. После поражения в русско-японской войне 1904-1905 годов, которая вскрыла существенные недостатки в государственном военном управлении, были предприняты меры по его совершенствованию. В 1905 году образован Совет государственной обороны, объединивший все центральные военные учреждения. В 1909 году СГО был упразднен, а главное управление Генштаба введено в состав военного министерства. В годы Первой мировой войны в составе военного министерства были образованы новые управления, в том числе военно-воздушного флота, по заграничному снабжению. С 1914 года наряду с военным министерством существовала ставка верховного главнокомандующего. В 1915-1917 годах военный министр являлся одновременно председателем особого совещания по обороне главной организации, осуществляющей мероприятия по обороне страны. После Октябрьской революции 1917 года военное министерство было расформировано и образован наркомат по военным делам. Во главе с коллегией, общее руководство обороны страны и вооруженными силами. С ноября 1918 года осуществлял Совет рабочей и крестьянской обороны. Совет объединив деятельность двух наркоматов, по военным и по морским делам, разрабатывал и проводил в жизнь планы обороны страны, руководил строительством армии и флота, военными действиями на фронтах. После окончания гражданской войны и образования СССР существовавшие раздельно военные и морской наркоматы в июле 1923 года были объединены в Наркомат по военным и морским делам СССР. Первым народным комиссаром по военным делам в советском правительстве стал Энноподвойский. С 1918 по 1925 годы во главе военного ведомства находился Л.Д. Троцкий. Встроенную структуру система военного управления приобрела прием в Фрунзе. Его опыт руководства войсками и организаторские способности позволили существенно повысить эффективность военно-государственного управления, укрепить обороноспособность страны. В 1934 году Наркомат по военным и морским делам постановлением ЦИК СНК был преобразован в Народный комиссариат обороны СССР. В качестве совещательного органа при нем был создан Военный совет. В 1937 году из НКО СССР было выделено Управление военно-морских сил РКК и образован самостоятельный наркомат ВМС СССР. С началом Великой Отечественной войны для стратегического руководства вооруженными силами 23 июня 1941 года была образована Ставка. Главнокомандование руководства оборонной страны возглавило Ивой Сталин. Победа в войне с фашистской Германией и милитаристской Японией подтвердила эффективность созданных в стране органов, методов и способов управления вооруженной борьбой. 4 марта 1944 года в соответствии с законом СССР о создании войсковых формирований союзных республик и о преобразовании в связи с этим Народного комиссариата обороны из общесоюзного в Союзно-Республиканский Народный комиссариат был образован Народный комиссариат обороны РСФСР. После военный период высший орган военного управления играл ведущую роль в оснащении вооруженных СИО-ракетно-ядерным оружием, внедрении современных видов обычных вооружений, создании и развитии новых видов и родов войск. За всем этим стояла напряженная ежедневная работа руководителей всех сотрудников Министерства обороны и Генерального штаба вооруженных сил. В феврале 1946 года был создан Единый наркомат вооруженных сил СССР, переименованный в марте того же года в Министерство ВСССР, также был переименован в Министерство и Наркомат обороны РСФСР. В марте 1948 года Министерство обороны РСФСР было переименовано в Министерство вооруженных сил РСФСР. В феврале 1950 года Министерство ВСССР вновь разделилось на два самостоятельных ведомства – Военное Министерство СССР и Военно-Морское Министерство СССР. Однако уже в марте 1953 года было создано Единое Министерство Обороны СССР. Большой вклад в совершенствование системы военного управления в этот период внесли маршалы Советского Союза А.М. Василевский, Г.К. Жуков, Р.Е.Малиновский, А.Гречко, Д.Ф. Устинов. После событий в Вильнюсе 13 января 1991 года председатель Верховного Совета РСФСР Б. Ельцин выступил с инициативой о создании республиканской армии. И 31 января Госкомитет по общественной безопасности был преобразован в Госкомитет РСФСР по обороне и безопасности, во главе которого встал генерал армии Кайкобиц. В течение 1991 года комитет неоднократно видоизменялся и переименовывался. С 19 августа по 9 сентября из-за выступления Г.К.ЧП временно существовала должность министра обороны РСФСР. 6 ноября 1991 года указом президента РСФСР номер 172 была утверждена структура правительства, которой предусматривалось существование Министерства обороны РСФСР. В связи с распадом Советского Союза и в соответствии с соглашением глав государств, участников Содружества независимых государств в декабре 1991 года образовано Главное командование Вооруженных сил СНГ. 16 марта 1992 года на базе Министерства обороны СССР указом президента Российской Федерации было создано Министерство обороны Российской Федерации. В настоящее время Минобороны России является федеральным органом исполнительной власти, который проводит государственную политику, осуществляет государственное управление в области обороны, а также координирует деятельность федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной власти субъектов России по вопросам обороны. 15 февраля 2007 года Министром обороны Российской Федерации был назначен Сердюков. С именем А. Сердюкова связан запуск кардинальной реформы Вооруженных сил России. Придание им нового облика, катализатором, ускорившим принятие решения о реформе, стал военный конфликт с Грузией в августе 2008 года. Опыт участия российских вооруженных сил в конфликте выявил массу проблем, связанных как с недостатками системы управления войсками, так и с устаревшим вооружением, снаряжением и средствами связи. Официально о начале реформы Анатолием Сердюковым было объявлено 14 октября 2008 года. По завершении коллегии Министерства обороны России, изменения коснулись всех основных элементов вооруженных сил России. Основные направления реформы Военно-административная реформа Вместо шести военных округов были созданы четыре оперативно-стратегических командования – Запад, Восток, Центр и Юг, в подчинение которых были переданы основные группировки всех видов вооруженных сил и родов войск. Реорганизация и сокращение органов Центрального военного управления со значительным сокращением роли главных командований видами вооруженных сил и командований родами войск. Существенное сокращение численности вооруженных сил Российской Федерации, в том числе сокращение численности офицерских должностей. Реформа системы военного образования, предполагающая укропнение и трансформацию 65 военных учебных заведений в 10 системных военных вузов. Создание военных учебно-научных центров, реализующих образовательные программы различных уровней, профилей и специальностей. Реорганизация системы резерва и системы подготовки резервистов. Перевод сухопутных войск на бригадную основу с упразднением дивизионного и полкового звена. Ликвидация кадрованных соединений сухопутных войск и превращение всех соединений в силы постоянной готовности. Реорганизация военно-воздушных сил и войск ПВО с упразднением воздушных армий, армий ПВО, корпусов, дивизий авиационных полков и переход на системы авиационных баз и бригад воздушно-космической обороны. Перевод на аутсорсинг системы обеспечения и обслуживания вооруженных сил РФ. Гуманизация условий прохождения срочной службы, запуск программы перевооружения, оснащение вооруженных сил России новейшими образцами вооружения и военной техники, в том числе и зарубежного производства. На эти цели планировалось потратить 19 триллионов рублей в период 2011-2020 год. 6 ноября 2012 года министром обороны Российской Федерации БО назначен генерал армии СК Шайгу.